Вы слушаете подкаст проекта издания Идель Реалии «Комната 319». Это история осужденных и их родственников, которые рассказывают о фальсификациях уголовных дел и пытках в отделе по борьбе с организованной преступностью в Татарстане. В этих историях никто никогда не сможет узнать правду. Она известна только оперативникам, обвиняемым и осужденным. Кто-то из них может недоговаривать, ошибаться или откровенно врать. Но мы предоставили всем героям этого проекта право сказать свое слово. И теперь рассказываем эти истории вам. Часть номер один. Сергей Григорьев. Сергей Григорьев родился в самой обычной казанской семье. Поступил в университет, но рано женился. После родилась дочь, пришлось бросить учебу, чтобы содержать семью. С женой они довольно быстро развелись, не сошлись характерами. В 2012 году после инсульта дедушки ухаживал за ним, немного занимался спортом, играл в футбол и бегал. Потом встретил другую девушку. У них родилось двое детей. Обычная жизнь обычного парня, но она изменилась в один день. 10 апреля 2017 года Сергей проснулся около 9 утра. Он сделал зарядку, умылся, помолился и в 10.30 отправился на территорию фирмы, где строился его магазин. На выходе из подъезда к нему подошел мужчина в гражданском. Вы сбили бабушку, вам нужно поехать со мной в отдел, сказал он. Сергей удивился, но препятствовать не стал. Может быть, поедем тогда на моей машине, чтобы вы могли провести экспертизу на месте и убедиться, что я этого не делал, предложил ему Сергей. Мы сами решим, что делать. Я вызвал машину, пойдемте. К ним подъехал УАЗ-патриот. Из него вышел высокий, крупный мужчина с черной маской на лице. Когда Сергей заходил в машину, тот толкнул его в салон. Так он оказался между человеком в маске и еще одним сотрудником. «Мне нужно позвонить отцу и предупредить, что я не приду на работу», — сказал Сергей, доставая телефон. Этого ему сделать не дали, отобрав смартфон. Один из его спутников якобы надел на Сергея наручники и натянул шапку на лицо. Григорьев испугался и не понимал, что происходит. Он задавал вопросы, но не получал на них ответов. Его привезли в здание по улице Фукса 3А. Завели на второй этаж. Все это время он не мог снять шапку с лица. «Здание разбирал. Помнишь?» — спросил его кто-то. «Помню». «А знал ли ты, что разбирать памятники архитектуры нельзя?» — снова спросил мужчина. «Нет, не знал». Оперативник стал ему говорить о похищении, о том, что кто-то где-то кого-то избил. Сергей не понимал, о чем ему говорят. Через несколько часов приехал следователь Шамиль Багаудинов. Перед этим Сергея сняли шапку и наручники. При разговоре с ним в кабинете было еще четыре оперативника. Те сообщили, что задержали Сергея только два часа дня. Следователь не стал уточнять и записал время, озвученное имя. Багаудинов спрашивал про знакомого Григорьева Алишера Джалолова. Мужчины несколько раз виделись на разборах зданий, но никаких дружеских отношений не поддерживали. Оперативников интересовало какое-то похищение Джалолова. Они спрашивали, бил ли его Сергей, был ли он там. Задержанный не понимал, о чем идет речь. Чуть позже Сергея якобы завели в другой кабинет, поставили лицом к шкафу, надели шапку и застегнули за спиной наручники. У стены Сергей простоял несколько часов. В это время подходили сотрудники и требовали признаться его в том, что он в 2009 году совершил похищение Алишера Джалолова и вымогал у него деньги. Также сотрудники якобы требовали признаться и в том, что он состоит в ОПГ Тукаевские. Справка ОПС Тукаевские. В конце 80-х в Казани действовала группировка Тукаевские. Ее члены грабили продавцов и покупателей автомобилей, зная, что они не заявят в милицию. Их самих могли признать спекулянтами. Спустя три десятка лет в столице Татарстана задержали почти 40 человек, обвинив их в десятках преступлений. От разбоя до вымогательств и мошенничества. Их назвали теми самыми Тукаевскими. Но совершали они преступления уже сейчас, а не 30 лет назад. Все обвиняемые утверждают, что не имеют отношения группировки и оказались под подозрением из-за того, что жили на улице Тукая. Через год после этого, по подозрению в вымогательстве у главарей группировки, задержали и главу отдела по борьбе с оргпреступностью МВД по Татарстану Ильнара Залялова и его брата. За полгода до этого объявили в розыск тесть Залялова, Анатолия Агрбу. Он был осужден как член Тукаевских еще в 90-х. Сейчас же его называют лидером новой ОПС. Первые задержания обвиняемых по делу Тукаевских произошли еще в 2017 году. Фигуранты часто заявляли и до сих пор продолжают это делать о якобы фальсификациях дела и давлении на них со стороны оперативников УБОП. 13 апреля 2021 года стало известно, что Следственный комитет Татарстана возбудил дело по статье «Бандитизм» в отношении предполагаемых лидеров ОПГ Тукаевски. Как утверждают татарстанские СМИ, в центре нового дела – убийство лидеров других ОПГ – новотатарских и перваков. Где-то в 19.30 того же, 10 апреля, поработавшему в кабинете телевизору началась программа «Перехват». Сергея поставили на колени, под него положили дубленку. На голову надели пакет и стали душить. Он не мог разглядеть лица пытавших его людей. На нем все еще была шапка. Но когда пакет снимали, шапка немного приоткрывала глаза. Он увидел, что рядом с ним находилось около пяти сотрудников полиции, среди которых были якобы Дмитрий Марфин и Дмитрий Иванов. На него надевали пакет около трех раз. Чтобы не сдохнуться, он прокусывал его. Пакеты меняли на новые. Они спрашивали, готов ли он признаться. Григорьев отвечал отрицательно. Но на этом они не остановились. Поставив его на корточке, они якобы прицепили к его ягодицам и ногам клеммы и стали пускать электрический ток. Все это продолжалось примерно до двух часов ночи. Затем его увезли в поликлинику. И там якобы не давали возможности пожаловаться доктору. Сотрудники не отходили от него ни на секунду. На следующий день, 11 апреля, врач все же зафиксировал у него травмы. Двухсторонние ушибы коленных суставов. Сестра Сергея и Надежда Шакирова думают, что это вызвано пытками. Однако в медицинских документах сказано, что травмы появились еще до задержания. Якобы он упал за день до этого. Шакирова не понимает, как можно было упасть сразу на обе стороны коленей. Кроме того, близкие, которые видели его 9 апреля, а задержали его 10, ничего не знают о его падении. Оперативники же утверждают, что никто никого не бил. В те дни, в апреле, они просто сидели в кабинете 319 в здании УБОП. И Григорьев добровольно рассказывал им о том, что знает про Тукаевских и про свое участие в ОПС. Оперативник Дмитрий Иванов в своих показаниях утверждает, что разговор проходил в непринужденной обстановке. Это цитата. А Григорьеву в ходе беседы подавался чай. Тоже цитата. Но если верить оперативникам, сам разговор был неофициальный, и им просто нужно было разговорить Григорьева и добиться от него показаний после, но уже под протокол. Суд же над Сергеем Григорьевым начался только осенью 2017 года. Его обвинили в преступлениях по пунктам А.В. ч. 2 ст. 163 и по двум эпизодам по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Это вымогательство группы лиц по предварительному сговору с применением насилия и разбой совершенной группы лиц. Сергей Григорьев до этого не был судим. Вместе с ним судили еще одного казанца – Александра Максимова. Максимов не заявлял о пытках, но со слов знакомых его семьи сотрудники якобы угрожали ему и заявляли, что в случае отказа сотрудничать с его беременной женой расправится. Согласно версии следствия, в 2009 и 2010 годах Максимов и Григорьев совершили два разбойных нападения на Алишера Джалолова и Оскара Булгакова. В марте 2009 года они дважды пытались вымогать деньги у Джалолова, а потом где-то в период с 1 апреля по 8 мая. Три с половиной часа избивали его в квартире в центре Казани с еще одним гражданином Зариповым, дело которого выведено в отдельное производство. После они якобы обменяли его на 15 тысяч рублей и забрали у него телефон. Сам Джалолов был судим 7 раз, а заявление на Григорьева и Максимова написал, находясь в СИЗО. Кроме того, он проходил свидетелем по другому уголовному делу. Следующее преступление Максимов и Григорьев совершили с Ханафитом Зариповым, кличка Чечен, через год. Они якобы сели в автомобиль Каскару Булгакову, когда тот сидел за рулем, и угрожали ножом. Сняли с него драгоценности, часы, забрали два мобильных телефона и деньги. Заметка. Со слов оперативника Дмитрия Иванова в одном из постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела по пыткам. В начале августа 2006 года, находясь около остановки общественного транспорта по улице Татарстан, Григорьев совершил нападение на Петушкова, в ходе которого отобрал у потерпевшего денежные средства и ценности. Также в ходе разговора Григорьев сообщил и об иных преступлениях, совершенных участниками группировки. Григорьева не судили за преступление 2006 года, по нему уже истек срок давности. Об этом Сергею сказали и сами сотрудники УБОП во время следствия. Он, в свою очередь, заявил, что не совершал этого преступления и ничего о нем не знает. Сотрудники отдела пояснили, что ему просто нужно подписать документ и забыть об этом эпизоде. В суде его все равно не будут рассматривать. Сергей поставил подпись там, где его просили, и только потом узнал, что таким образом он признал свою вину в этом преступлении, пусть и уже с вышедшим сроком давности. Сергей Григорьев далеко не сразу рассказал о пытках. Сделано это только в середине ноября. Это заявление о преступлении? Спросил его судья. Я боюсь давать показания, писать заявление. Я хочу, чтобы знали, что делают с людьми на Карла Фукса 3А. Почему я это рассказал сегодня? Потому что увидел, как мальчик выбросился из оперативников, заявил Сергей. Неужели нужно сброситься откуда-то, чтобы эти пытки закончились? Какого числа это было? Спросил судья. В ночь с 10 на 11 апреля и 12 апреля 2017 года. 22-летний житель Нижнекамска Ильнас Пиркин покончил с собой 19 октября 2017 года, после того, как провел двое суток в местном отделении полиции. Перед трагедией он записал несколько роликов и рассказал, что его пытали. По словам Пиркина, его избивали несколько полицейских, требуя признаться в краже магнитола из автомобиля. До этого Пиркин действительно совершил кражу, но, как говорили адвокаты, сам возместил ущерб владельцу машины еще до задержания. По мнению следствия суда, пятеро полицейских избили молодого человека и довели его до суицида. За это суд назначил им от 6 до 11 лет колонии. Правда, позже приговор полицейским отменили, а дело отправили на повторное рассмотрение в суд. Во время суда допрашивали оперативников. Так Дмитрий Марфин заявлял, что ничего из того, в чем его и его коллег обвиняют Григорьев, не было. Из допроса оперативника УБОП Дмитрия Марфина на суде по делу Сергея Григорьева. 22 ноября 2017 года. «Были применены запретные методы допроса?» – спросил судья у оперативника, подразумевая пытки. «Нет, не было», – ответил Марфин. «Пытки применялись?» – «Нет». После небольшого перерыва вопросы начал задавать Сергей Григорьев. «Почему ваши слова не соответствуют действительности? Никакого психического и физического давления не оказывалось?» «Мусорный пакет не надевали на меня?» «Нет». «Вы током на меня воздействовали?» «Нет». «После ваших бесед я жаловался на что-то?» «Нет». «Я в трампункте говорил, что болят ноги?» «Меня там не было». «Почему у меня тогда болели ноги?» «Не знаю». «У нас была продуктивная беседа?» – спросил Григорьев. «Да», – ответил Марфин. Суд вынес приговор 24 декабря 2017 года. Он признал ранее несудимого Григорьева виновным и назначил ему пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Александра Максимова, ранее судимого три раза, приговорили к шести годам общего режима. Сергей и его сестра Надежда объясняют то, что он ранее не заявлял о пытках тем, что боялся появления новых статей и давлений со стороны оперативников. О том, что к нему якобы применяли физическую силу, он даже не рассказал сразу сестре. А как только сказала, она стала пытаться узнать, кто такие эти оперативники, выяснить как можно больше информации о деле брата и других похожих делах. Это случилось осенью 2017 года. Чуть позже она найдет еще несколько похожих уголовных дел, где сопровождение осуществляли оперативники УБОП. Почти во всех из них были заявления о пытках, фальсификациях и давлении на родственников свидетелей и самих обвиняемых. Чуть позже Шакирова и группа других родственников, обвиняемых и уже осужденных создали Ассоциацию незаконно осужденных в Татарстане. Они стали активно сотрудничать со СМИ, проводить акции и пытаться возбудить уголовные дела о пытках и других нарушениях со стороны силовиков. Из выступления Надежды Шакировой на митинги против пыток, фальсификации и коррупции в правоохранительных органах. Август 2018 года. Казань. Во всех делах, которые связаны с ОПГ, одна и та же картина. Будто под копирку дела давно винувших лет вдруг неожиданно всплывают в памяти потерпевших. И они меняют свои взгляды на жизнь, заявляя о преступлении, совершенном против них. Кто мешал заявлять сразу или хотя бы спустя короткий промежуток времени? Ведь как бы наша семья не боялась Марфина, мы заявили о пытках не спустя восемь лет, как это сделал Джалолов или Булгаков, а спустя семь месяцев? И то в СК говорят, а что сразу не заявили? Почему кому-то можно писать заявление спустя восемь лет, и это заявление сразу расследуется, и обвиняемый сразу оказывается за решеткой, хотя все эти восемь лет он не скрывался, а на кого-то заявлять бесполезно, когда дело касается сотрудников МВД? Почему двойные стандарты? Второй момент – это свидетели обвинения, которые часто либо путаются в своих показаниях, либо те, у кого есть хоть какая-то совесть, признаются в оговоре о том, что их заставляли давать такие показания оперативники. И судья закрывает на это глаза, это норма. Сама же Надежда вспоминает, что никогда не думала, что будет заниматься такой деятельностью, пока не задержали ее брата. С конца 17-го года они отправили сотни обращений, писем и жалоб по пыткам и другим нарушениям. Только отказа в деле ее брата в возбуждении уголовного дела на оперативников накопилось около шести штук. Надежда Шакирова во время видеообращения на прямую линию президента России Владимира Путина. 4 июня 2018 года. При этом смена главы МВД в республике Тарстан в 2012 году после событий в ОП «Дальней» не привела к тому, что сотрудники полиции перестали нарушать закон и совершать преступления. Уголовные дела в отношении обычных граждан зачастую фабрикуются без доказательств. Имеются многочисленные случаи давления со стороны правоохранительных органов на потерпевших свидетелей и обвиняемых, в том числе и с применением насилия. Приговоры выносятся с нарушением требований Конституции УК и УПК, даже в тех случаях, когда очевидно, что подсудимый в том или ином деле просто невиновен. А свидетели обвинения подтверждают это, либо заявляют о принуждении со стороны правоохранительных органов давать показания нужное следствию. Например, в своем пятом отказе в возбуждении дела следователи сочли пояснения Шакировой, Григорьева и сразу ряда свидетелей незначительными. Они заявили, что эти свидетели, цитата, «очевидцами каких-либо противоправных событий в отношении Григорьева не являлись, а об изложенных фактах им известно лишь с его слов». Конец цитаты. Дело в том, что свидетелями оказались сразу несколько обвиняемых по другому, несвязанному делу – ОПГ «Бегбулатовские». Сергей встречался с ними в СИЗО и во время доставления в УБОП. Отметим, что все они тоже заявляли о пытках со стороны все тех же оперативников УБОП. Осень 2019 года стало известно, что оперативник Дмитрий Марфин, которого Сергей Григорьев и Надежда Шакирова считают главными виновниками того, что случилось, обратился в суд с иском о защите чести, достоинств и деловой репутации. Он посчитал, что Надежда Шакирова оговорил его в интервью изданию «Татполит». Он также указал в иске к ответчиков двух журналистов – главного редактора Руслана Айсина и редактора газеты «Сиражи Сузе» Искандера Сиразиева. 20 марта 2020 года Новосавиновский районный суд Казани частично удовлетворил иск оперативника с каждого из ответчиков, два члена ассоциации и два журналиста «Татполит» взыскать по 10 тысяч рублей и выразить те части видеороликов, где есть изображение Марфина. Позже он обжаловал это решение. Он попросил в несколько раз больше денег с ответчиков, но суд отказал ему в этом. Сергей Григорьев отбывал наказание в Нижнекамске, в исправительной колонии номер 4. Он должен был выйти на свободу только в октябре 2021 года. Однако после нескольких отказов в условно-досрочном освобождении Верховный суд Татарстана все же принял решение и разрешил УДО. Сергей Григорьев освободился в июле 2021 года. На территории Российской Федерации все его жалобы и заявления о пытках так и не возымели никакого эффекта. Европейский суд по правам человека коммуницировал его жалобу. 18 ноября 2021 года стало известно, что Европейский суд по правам человека признал жалобу Сергея Григорьева о пытках неприемлемой. Суд отметил сразу несколько причин для такого решения. Несвоевременное заявление о пытках, Григорьев сделал это только спустя почти год, отсутствие зафиксированных нарушений и тот факт, что следователь сразу начал расследование дела о пытках, как только Григорьев заявил о них. Суд счел, что этих причин достаточно для отказа в жалобе. Надежда Шакирова о решении Европейского суда по правам человека. 18 ноября 2021 года. Казань. Считаю, что ЕСПЧ не все рассмотрел, и очень жаль. Если бы по таким же критериям судили мы его брата, то он был бы оправдан. Жаль, что его судил не ЕСПЧ. Вы прослушали часть номер один Сергей Григорьев подкаста «Комната 319» издания «Идель Реалии». Полную версию вы сможете прочитать на сайте. Ссылка на проект размещена в описании к этому выпуску. Спасибо за ваше внимание. Субтитры создавал DimaTorzok